Неприятный сюрприз в виде мокрого потолка и затопленного пола в гостиной обнаружила Тамара Алексеевна, хозяйка квартиры на восьмом этаже. Мужу тут мерили давление. Я смотрю, под столом большая лужа. Что такое? Испугались, что лопнула батарея. Перекрыли. Нет, сверху от соседей течет вовсю вода. Я побежала на девятый этаж. Соседей никого нет. Но слышу, что на чердаке просто водопад. У меня был телефон соседа, я ему позвонила. В 11.30 поступил звонок от соседей, что что-то течет и какая-то вода к ним подходит. Они, ну, грешным делом, я подумал, что все может быть в жизни, ну, все происходит. Но определились, что это с чердака течет вода. Что вроде бы какие-то испытания, давление проверяют, трубы, теплосети. Но, тем не менее, никаких объявлений не было. Понедельник. Нормальные люди на работе. Примчавшись с работы, мужчина обнаружил затопленную квартиру. Все ковры в воде. Все сверху течет. Кухня залита. Зал залит. Вот, кое-что к вашему приезду мы уже успели поубирать. Но, тем не менее, есть. Ну, сейчас уже выяснилось, что задвижки, которые должны перекрывать дом, не были закрыты для проверки давления по теплотрассе. Поэтому все давление поднялось. Трубы, конечно, желают быть лучше. К нам никто не заходит. Ремонт, соответственно, никто не делает. Помимо мокрого имущества, квартиру Сергея пришлось обесточить. По приходу я увидел, что в этом электрощитке капли воды. Поэтому я отключил электричество. 220 убрал в тамбуре. Обесточил квартиру. Потому что, ну, все может быть. И несчастные случаи в том числе. Схожие проблемы коснулись первой и второй парадных. Звоню в ЖЭК. Телефон не отвечает. Оказывается, вот этот 719-82-50 уже два месяца не работает. Ну, это же безобразие. Человек растеряется. Куда звонить? Что-то лопнуло. И в подвале, и на чердаке. Соединили два участка. У нас теперь два номера. Один по каким-то причинам не могут его исправить. То есть, да, действительно, все два месяца он не работает. Но работает второй номер. Просто люди по старинке знают один номер. Вторая диспетчерская есть. Дозвониться туда можно реально, спокойно абсолютно. 799-59-51. Сейчас разберемся и будем выявлять причины затопления и все это остальное. Позже в ЖКС прокомментировали ЧП на Варнинской, 25 и его последствия. Те парадные, где потекло отопление, сброшено, чтобы не произошло чего-то дальнейшего. Будем разбираться, что послучило причиной. А с людьми, квартиры которых пострадали, будут договариваться с участка. Когда это все просохнет, поможем ликвидировать последствия. А на чердаке заменим тот участок трубопровода, который порван. Специалисты отмечают, что устранение прорыва займет несколько дней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!